Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире Смотрите сегодня в информационной программе «Тема дня» Я впервые слышу, когда он трижды говорит «Народ» Народ терпит, но прежде всего потому, что он дорожит нашей государственности Слово и дело. Насколько выполнимы задачи, которые поставил Владимир Путин в послании Федеральному собранию? Если задолженность составляет 2,3 триллиона, спасает ли регионы вот эти 400 миллиардов, да еще растянутые на годы? Не спасает Жизнь непосредством. Правительство России собирается выделить регионам 400 миллиардов рублей на кредиты Мы остались фактически без фермы Сегодня мы заявили правоохранительные органы В Башкирии чиновники отбирают у сельскохозяйственных кооперативов паевые земли и фермы Это ужасно, что семья обращается в учреждения соответствующие, а фактически сами с собой их сталкивают И они не могут получить профессиональной поддержки и помощи Чьи интересы сегодня защищают государственные институты в нашей стране? Необходимость сплочения общества, о которой говорил Владимир Путин, это важный посыл для всех граждан Об этом заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Я впервые слышал, когда он трижды говорит народ Народ терпит, но прежде всего потому, что он дорожит нашей государственности Особо подчеркнул необходимость сплочения общества готовить к 100-летию Великого Октября Я считаю, это исключительно важный и принципиальный посыл всем гражданам Однако, по мнению руководства КПРФ, единство, которое не подкрепляется экономической стабильностью в стране Может оказаться недолговечным Ровно 100 лет назад, в эти декабрьские дни, 6 лидеров думской фракции, которые образовали прогрессивный блок Пришли к Николаю II и заявили Государь, империя распадается, армия дезертирует, промышленность останавливается Мы накануне крахом, давайте срочно сформируем дееспособное правительство Которое оттащит страну от края пропасть Николай II согласился, но в ближайшие три дня его домашний раз Путину катали Он не отличался политической волей и царь отказал Ощущает ли народ единство сегодня? Об этом мы спросили у жителей столицы Нет, озлобленность чувствую, например, спускаясь в метрополитен Единство никакого не чувствую Единство, мне кажется, во мнении, наверное, все поддерживают нашего президента В этом и заключается единство Ты знаешь, что все будет хорошо? Не все, но большинство Не знаю, я не вижу общности среди народа Как бы у всех разные идеи в голове Все свои цели преследуют Потому что чиновники, они очень далеки от народа Они совершенно не с ним Это может у него единство в его аппарате Друзья, однокурсники, одноклассники Это он, там может единство есть Но за Кремлевской стеной? Бардак В послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил ряд актуальных задач По решению социальных проблем страны Так, по словам президента, государство должно всячески поддерживать сферу образования и медицины В течение ближайших двух лет предлагаю подключить к красному интернету все больницы и поликлиники нашей страны Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины Быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник Я сейчас сопоставляю два документа Это бюджет на ближайшие три года правительства Путина и его послание Послание затронуты все самые больные и сложные проблемы Они названы, но их должно... Эти проблемы надо решать, имея соответствующие финансовые ресурсы и дееспособное правительство Ни первого, ни второго для реализации послания президента нет Проект федерального бюджета России на 2017-2019 годы предполагает дефицит примерно в 2,5 трлн рублей В связи с этим пострадает расходная часть документа, секвестированию подвергнется здравоохранение В 2017 году его финансирование составит 377 млрд рублей, а в 2019-м уже 360 Ранее Владимир Путин подчеркивал, что в проект не стоит вносить серьезные коррективы Дабы не допустить разбалансировки макроэкономических показателей Еще раз напоминаю, что последние три года мы примерно сырья, народного сырья Вот того народа, к которому обращался вчера Путин, продаем на 20 трлн рублей Это нефть, газ, золото, лес, алмазы На 20 трлн бюджет ни разу не попало больше 8 Президент затронул и вопрос развития реального сектора экономики За год увеличили свои показатели аграрно-промышленные и оборонные комплексы, а также сфера IT Доходными они стали благодаря господдержке Со всеми данными IT-технологий составляли цифру, которая приближалась к нулю Сейчас 7 млрд долларов Увеличились и другие показатели Выручка, налоговые поступления Такую отдачу дали в том числе и льготы по страховым взносам Вот Минфин просил меня не говорить, что это только исключительно благодаря льготам Я говорю, что были и другие, конечно, инструменты поддержки отрасли Но все-таки надо признать, что вот эти льготы сыграли свою существенную роль При этом президент отметил, что необходимо дать предпринимателям и бизнесу больше экономических свобод В КПРФ считают напротив, влияние государства на сферу экономики должно усилиться Результативность этого подхода, по словам Геннадия Зюганова, была доказана на примере военно-промышленного комплекса Если вкладывать адресно в нужные отрасли, то можно получить отдачу Вкладывали военно-промышленный комплекс Военно-промышленный комплекс дал темпы роста 8-10% И примерно столько же в производительности Отрадно Значит, государственные вложения при государственном контроле дают гораздо больше эффективны Как отметил лидер КПРФ, при должной поддержке IT-технологии показатели могли бы быть куда выше, чем озвучивал президент Убила гейца и 100 математиков, 50 русских, которые сделали ее главным богачом Америки Индусы получили за год доходов на IT-технологиях и программном продукте 25 миллиардов Мы получили 7, уже радуемся, хотя могли получать 27 Это касается и сельского хозяйства Аграрно-промышленный комплекс сегодня не способен самостоятельно выйти на импортозамещение, считают в КПРФ Пока эта отрасль экономики также требует серьезной бюджетной поддержки Вкладывали программы из сельского хозяйства, дало плюс 3% Не так много, но радуются Продали на зерна на 16 миллиардов долларов Правда, хочу напомнить вам Одновременно закупили иностранного продовольствия на 26 миллиардов По-прежнему скорее убытки, нежели доходы В Башкирии чиновники отбирают у сельскохозяйственных кооперативов паевые земли и фермы Аграриям не дают работать и создавать новые рабочие места Подробнее Денис Щербаков Самое крупное сельхозпредприятие в Краснокамском районе Башкирии – это СПК «Агидель» С 2007 года им руководят члены КПРФ Рим и Эдуард Шафагуддиновы Они открыли свой кооператив после того, как местный колхоз стал банкротом Ситуация очень сложная была, долгов Было более 7 миллионов долгов На сегодняшний день, начиная с 2009 года, постепенно-постепенно Хозяйство ставим на ноги И практически сегодня освободились от всех долгов Начали расширяться Но расшириться Шафагуддиновым не дали На ферму в деревню Новый Янзигит братья планировали завести 40 коров Открыть для селян новые рабочие места В этом году на данной ферме хотели запустить производство Крупнорогатый скот, овцеводство хотели запустить Но, как видите, пока на данный момент из-за разбирательства мы не можем приступить к данной работе Однако в администрации Краснокамского района Шафагуддиновы с удивлением узнали, что ферму якобы давно снесли И на ее месте располагается другая По их предоставленным документам, как будто бы они построили здесь в течение 25 дней новую ферму Подписали разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию На самом деле на этом месте стоит старое здание 1973 года постройки То же самое, что 9 лет назад и приобрели Шафагуддиновы Но пользоваться этим зданием чиновники не дают Мы остались фактически без фермы Сегодня мы заявили правоохранительные органы Пока до суда еще дело не дошло Но вот обманным путем, путем различных махинаций захватывают народное имущество, общественное имущество Из-за такого поведения чиновников больше половины фермерских хозяйств в Краснокамском районе уже закрылись Но Шафагуддиновы намерены довести свое дело до суда Ведь если их кооператив перестанет развиваться, жителям села будет просто не на что жить Денис Чербаков, Красная линия Коротко о других новостях в стране Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании в регионах штабов обороны в военное время Отмечается, что основной целью штабов будет обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов России с органами военного управления Госдума досрочно прекратила полномочия одного из богатейших депутатов седьмого созыва от фракции «Единая Россия» Александра Скоробогатько по его собственному желанию Скоробогатько входил в Комитет по государственному строительству и законодательству По версии Forbes его состояние оценивается более чем в 2 миллиарда долларов В Москве повышаются тарифы за платную парковку За третьим транспортным кольцом тариф остался без изменений Теперь максимальная стоимость стоянки в центре составит 200 рублей в час Кроме того, с 26 декабря планируется расширение зоны платной парковки в столице Названы первые версии крушения грузового космического корабля «Прогресс» Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что расследующая аварию Госкомиссия рассматривает в качестве основной версии проблемы с двигателем третьей ступени ракеты Московский аэропорт Шереметьево столкнулся с дефицитом средств на реконструкцию и строительство федеральных объектов, сообщает газета «Коммерсант» По данным издания, на постройку третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту не хватает около 13 миллиардов рублей Отметим, что новая полоса Шереметьево относится к ключевым объектам, строящимся к Чемпионату мира по футболу 2018 года Смотрите далее в нашей программе Чьи интересы сегодня защищают государственные институты в нашей стране? Жизнь непосредством Правительство России собирается выделить регионам 400 миллиардов рублей на кредиты Конституция Российской Федерации определяет, что государственная власть представлена тремя ветвями – исполнительной, законодательной и судебной В стране существуют тысячи федеральных законов, которые определяют их работу Однако в действительности граждане России сталкиваются лишь с бюрократией и равнодушием чиновников Сегодня в обществе все чаще встает вопрос, насколько эффективно работают государственные институты и работают ли они вообще Обо всем по порядку, Святослав Савенков Государство, как система регулирующая отношения между жителями страны, призвано сделать их жизнь проще и комфортнее Именно оно должно грамотно распределять производимые людьми богатства и защищать их интересы Однако в эффективности системы, построенной после распада Советского Союза, сомневаются как простые граждане, так и эксперты Главная задача любой государственной структуры – как можно больше обращений отсеять или дать формальный ответ Вот и получается, что человек ищет помощь, причем именно там, где ее и должны предоставить А сталкивается с тяжелой и изнурительной борьбой, которая при этом зачастую требует значительных затрат В обществе бытует мнение, что система более снисходительна к людям с большими деньгами Однако, как известно, богатые тоже плачут Согласно судебным материалам, Сергей и Маргарита Цветненко – рублевые миллиардеры С 2011 года они в разводе, однако видятся регулярно В судах по делам о разделе имущества Главный объект спора – шикарный особняк на Рублевском шоссе Суд поделил его между бывшими супругами пополам Причем единственная лестница на второй этаж оказалась в собственности Сергея По решению суда Маргарита должна провести перепланировку дома до 7 марта 2017 года Однако бывший супруг ждать не стал и попросту перекрыл доступ ко второму этажу Сергей Юрьевич об этом решении, определении суда знает Однако, что он приехал в 11 утра сегодня, 17 октября 2016 года И начал закладывать лестницу, проход на второй этаж и в цоколь Когда стена непонимания между бывшими супругами обрела вполне материальную форму Маргарита обратилась к правоохранителям Однако в ответ на просьбу о помощи судебный пристав лишь пожал плечами Сергей возводит стену на своей стороне дома, а значит волен делать, что захочет Вопрос, конечно, к службам судебных исполнителей и к другим службам соответствующим Чтобы решение суда было исполнено в соответствии с нормой закона Не смутило правоохранителей то, что вместе с Маргаритой в трудную ситуацию попали двое детей Младший мальчик 12 лет страдает от детского церебрального паралича Спать ребенок вынужден на диване, омыться у друзей матери По словам Маргариты, отец не только не занимается сыном, но и регулярно ставит его здоровье под угрозу Например, отключая зимой отопление Отделиться от сына инвалида также не удастся Ему просто никто этого не позволит Естественно, мы сейчас вмешаемся в эту ситуацию, мы будем разбираться и помощь будет оказана Такого невозможно, ребячество допускать нельзя Ни как отец, ни как бывший муж, он не имеет права это делать Хочешь, чтобы с папой ты жил как раньше? Хочешь? Не хочешь? Почему? С мамой? Да Ну вот так и говори, как ты хочешь С мамой По словам Маргариты, несмотря на видимую финансовую состоятельность Мужчина смог доказать, что зарабатывает ежемесячно лишь 12 тысяч рублей Последние пять лет он выплачивает алименты в размере 3 тысяч Если со мной что-то случится, если мои нервы вдруг не выдержат и сдадут То кому нужно это дитя? Никому, кроме меня, матери, это дитя не нужно в итоге Как вы видите, отцу, который его сдаст куда-нибудь в определенное место Неужели им никто не может помочь? Никто и всем все равно Если у обитательницы Рублевки еще есть время и средства годами ходить по судам, то у большинства россиян их нет Наша съемочная группа вышла на улицы Московской области и попробовала узнать, доверяют ли люди органам государственной власти Не совсем, не всегда Бывали случаи, когда реально не помогали Во всяком случае, в большинстве случаев доверяют Нет, не очень верю Я верю, там помогут тому, у кого больше денег Опрос Левада-центра, проведенный осенью, показал резкое снижение доверия граждан государственным институтам Президенту люди все еще доверяют, но вот рейтинг правительства оказался самым низким за последние пять лет Всего 26% Показатель доверия Госдуме тоже упал на 18% В целом, тема, конечно, очень печальная А судебная, исполнительная и законодательная власть нуждается в больших и смелых реформах Очень хочется, конечно, в ближайшее время, чтобы эти реформы произошли И чтобы граждане чувствовали себя защищенными и испытывали уважение к нашей власти В обществе распространено мнение, что многие социальные проблемы проистекают из жестокости и равнодушия представителей государственной власти Люди, которых называют слугами народа, нередко оказываются верны лишь личным и классовым интересам И совсем не заинтересованы в труде на благо общества Тему достойного поведения госорганов пришлось поднять даже президенту страны Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро Это вообще особенность нашей культуры Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм От кого бы все это ни исходило И все больше ценят такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах Готовность слышать других и уважать их мнение Государственная власть – это огромная система, состоящая из множества элементов И результаты ее работы в основном зависят от того, чьи интересы она обслуживает Святослав Савенков, Леонид Бурдин, Красная линия Гость нашей студии, эксперт в области права, генеральный директор юридической компании Алексей Петропольский Здравствуйте, Алексей Добрый день Как известно, плохая правоохранительная система подрывает доверие к судебной Вот как, на ваш взгляд, как эти системы сегодня работают в нашей стране? Ну, они работают удовлетворительно Ввиду того, что у нас сейчас добиться правды в суде Это и не дешево, и самое главное – это очень долго И человеку, простому дилетанту, обывателю, без юриста порой справиться практически невозможно Сроки пропустить всегда очень просто Разобраться в документах всегда очень тяжело А наши, увы, правоохранительные органы и судебные исполнительные органы Они комментариев, как таковых, и объяснений не дают Алексей, скажите, а сколько сегодня стоят услуги квалифицированного адвоката И какой процент обвиняемых может себе позволить вот эту квалифицированную юридическую помощь? Хороший адвокат, как говорится, стоит хороших денег Цены делятся на, скажем так, два подраздела Если у вас простое дело, то идет единоразовая оплата Ну, она примерно от 50 до 100 тысяч рублей за полностью введение всего дела Если дело уголовное, либо сложный арбитраж, либо даже сложное гражданское дело Которое видно уже наперед, что будет долгий процесс То здесь будет ежемесячная оплата Она начинается от 50 до 100 тысяч и может доходить до 500 тысяч в месяц То есть вы, по сути, выплачиваете зарплату адвокату, юристу за то, что он ведет вас полностью по этому пути А нет ли такого ощущения, что наша правоохранительная и судебная система имеет такой классовый оттенок? Потому что мы все понимаем, что влиятельного богатого человека на улице просто так полицейский не задержит Без отмашки сверху А вот простого человека запросто То есть какое-то неравенство получается Ну да, будем говорить прямо Следователи, у них палочная система, ну, МВД И им нужно закрывать план То есть у них есть по плану, что там 100 должно быть посадок или 100 уголовных дел И вот они тех, кто побогаче, с теми деньгами решают А с тех, кто победнее, тех в тюрьму закрывают А вот если возьмем проблему коррупции, да, у нас зачастую получается так, что человек, который, ну, взял взятку в тысячу рублей, получает там несколько лет колонии И человек, который ворует миллиардами, он может получить точно такой же срок Вот как к этому относиться? Ну, статья Уголовного кодекса, тем не менее, говорит, что у нас есть просто там, грубо говоря, взятка есть в крупном размере, есть в особо крупном И, конечно же, они совершенно разные сроки Но, тем не менее, зачастую тех, кто взял в особо крупном, это от полутора миллионов рублей Да, это, как правило, чиновники, там, либо высшее звено каких-либо исполнительных органов Они, как правило, уходят от срока, либо получают условный срок Или, опять же, в худшем случае, их просто с работы увольняют А человек, который, там, украл 10 тысяч рублей, может быть, по незнанию, или совершил мошенничество Или дал кому-то, там, взятку учителю, там, я не знаю Увы, получает реальный срок, там, один-два года зачастую И уже много таких дел было И, конечно же, это в 90% почему заканчивается дело сроком? Потому что не было хорошего адвоката, хорошего юриста То есть дело в юридической неграмотности? Конечно, в юридической неграмотности человек, ну, не смог себя оправдать сам Либо просто взял вину на себя, пошел на сделку со следствием Опять же, по рекомендации следствия И принял полноту обвинения, и получил срок Ну, ведь у нас иногда получается так, чем больше украл, тем меньше срок Может быть, дело в несовершенстве судебной системы, а не только в юридической неграмотности? Нет, если вы без адвоката с большой суммой взятки попадетесь То без квалифицированной юридической помощи, без большого количества нюансов В которых будет разбираться только адвокат Вы никогда не сможете себя защитить Это понятно, но люди, которые воруют миллиардами, у них, как правило, есть деньги на хорошего адвоката Да, а люди, которые воруют тысячи, у них сложность дела такая же Вопрос лишь в том, что на адвоката денег нет Алексей, благодарю вас за беседу и спасибо, что пришли к нам Напоминаю, что гость нашей студии, эксперт в области права и генеральный директор юридической компании Алексей Петропольский Смотрите далее в программе «Темы дня» Жизнь непосредством Правительство России собирается выделить регионам 400 миллиардов рублей на кредиты Парламент Турции ратифицировал соглашение по турецкому потоку Правительство намерено выделить 400 миллиардов рублей регионам в виде кредитов на ближайшие два года В Министерстве финансов ожидают, что регионы, получившие бюджетные кредиты, будут выполнять взятые на себя долговые и социальные обязательства Стоит отметить, что по состоянию на 1 сентября 2016 года совокупный объем государственного долга всех российских регионов составлял около 2,3 триллиона рублей Около половины от общего долга субъектов России составляют бюджетные кредиты «Спасает ли регионы вот эти 400 миллиардов, да еще растянутые на 2 года?» «Не спасает!» Почему? Потому что пока они будут осваивать то, что им выделяет широким жестом Единой России, их долговые обязательства еще больше увеличатся Причина колоссальной задолженности регионов перед федеральным центром кроется в далекое от совершенства законодательной базе Российской Федерации «Выстроена совершенно несправедливая налоговая система. Из регионов изымается основная часть налогов То есть если по бюджетному кодексу, по налоговому кодексу полагается распределение налогов 50% в федеральный центр и 50% оставлять на местах То на самом деле в лучшем случае 70% налогов уходит в центр, 30% остается на местах Недовольные таким положением дел региональные власти выступили за большую самостоятельность при распределении бюджетных средств Это позволило бы развивать перспективные направления каждого региона «Регион находится на крючке у федерального центра. Им говорят, что у вас колоссальный долг перед госбюджетом Мы понимаем, что вы не можете их отдать, хотя вы обязаны отдать Поэтому вы должны себя вести вот так, так и вот так Федеральный центр диктует им, что они обязаны делать И они не рискуют ослушаться Почему? Потому что иначе финансовая удавка на горле региона затянется еще сильнее По данным ряда СМИ в управлении делами президента по внутренней политике составляется список эффективных губернаторов Который будет представлен главе государства В 2017 году планируется заменить 15 глав субъектов федерации Россия находится на первом месте в мире по числу выдаваемых ее гражданам шенгенских виз Отметим, в сентябре 2015 года в России изменились правила выдачи виз в страны шенгена При оформлении въездных документов граждан старше 12 обязали раз в 5 лет проходить процедуру дактилоскопии Коротко о других международных новостях Парламент Турции ратифицировал соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток» Проект предполагает строительство газопровода из России в Турцию по дну Черного моря Напомним, переговоры по газопроводу были приостановлены из-за кризиса в отношениях между странами Президент США Дональд Трамп принял решение назначить на пост министра обороны отставного генерала Джеймса Мэттиса Сообщает газета Washington Post Мэттису, который служил в корпусе морской пехоты, 66 лет Он известен своими прозвищами «Воин-монах» и «Бешеный пес» Япония рекордно увеличит военные расходы в 2017 году Как отмечается, причина увеличения расходов – нестабильная обстановка в регионе в связи с действиями КНДР и Китая Кроме того, средства будут направлены на содержание американских военнослужащих на территории страны В столице Индонезии, Джакарте, несколько сот тысяч человек приняли участие в митинге против политики столичного губернатора Басуки Чахая Пурнамы Протестующие потребовали его отставки в связи с оскорбительными высказываниями в адрес мусульман Новый король Таиланда, Рама X, впервые появился на публике Напомним, он взошел на престол 1 декабря Новый король – единственный сын покойного монарха Пхумипона Адульядета, скончавшегося 13 октября этого года в возрасте 88 лет В Ялте при входе в Приморский парк будет установлен новый барельеф Владимира Ленина Скульптурное изображение пропало со стелы в середине лета этого года Анонсировал появление обновленного барельефа сам глава администрации города Ялты Андрей Растенко «Память о выдающихся личностях нашего региона и страны в целом должна сохраняться» Глава администрации подчеркнул, что данная работа проводится регулярно в рамках восстановления исторических памятников Обелиск с текстом исторического декрета Совнаркома РСФСР об использовании Крыма для лечения трудящихся был установлен в Ялте в 1950 году На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи!